Итак, друзья, хоп, хотел посмотреть на часы, а часов нет. Часы оставил в спальне, не стал их забирать, потому что маленькие собачки начали бы гавкать и разбудили жену, поэтому поехал без часов. По названию, наверное, вы понимаете, что я прибыл в Андаман. Это лаборатория по сдаче анализов, это Пхукет. В этой лаборатории стоит дешевле, она находится в Пхукеттауне. Ехать мне до нее 18 минут с кайфом, просто с удовольствием. Вот в такую прекрасную погоду, прохладно, солнце встает, Пхукет просыпается, дороги свободные. Прям с удовольствием я еду, поэтому крайне вам рекомендую с утречка, если вы будете на Пхукете, просто прокатиться на мотобайке или велосипеде. Но на мотобайке, конечно, крутить педали не нужно, удовольствие тоже плюс-минус самое. А байки лучше снимать в Lucky Rent, а дядя Сережа будет приятная скидочка. Вот, даже если она вам не нужна, можете все равно указывать, чтобы ребят понимали, что от меня есть какой-то толк. Вот, друзья, что у нас здесь? Я пью водичку, сейчас мы будем сдавать анализы перед анализами. Не важно, особенно в жарком климате, летом, выпивать водички, где-то 0,7 литр я выпил, чтобы не показать густую кровь. Густую кровь будем смотреть по гемоглобину и эритроцитам. Вот, в принципе, все, список достаточно большой, что-то, я думаю, можно, наверное, и не сдавать, что написал мне Никита. Мне кажется, большого, наверное, смысла воды и нет. Сейчас, короче, будем заполнять, посмотрим, потому что ГСПГ, я что-то сейчас не вижу смысла большого сдавать на курсе. 7 утра, время-то можно заходить уже? Так, ну вот, собственно, заполняем здесь, ставим галочки, вот, что тут у нас можно сдавать. Где вот ГСПГ, интересно? Ижев1, сколько? 1200. 1200. ГСПГ, штукарь, 3000 рублей, надо ли мне его сдавать? Трансферин, тестерон, 750, вообще, надо ли мне его смотреть? Что он будет? Высокий. В небесах будет, наверное, не надо. Гормон рост 1000 бат. 1200. Просто стоп. Сколько? 70 баксов потратишь, чтобы гормон роста посмотреть, да? Полно работает. Так, в отличие от российских лабораторий, здесь берут кровь шприцом, но девочка, мне кажется, взяла это за 30 миллисекунд. Просто бам-бам-бам, все, готово. И что еще? Мне нравится эта лаборатория, потому что они днем, в основные анализы, в принципе, мне уже пришлют, через несколько часов. То есть, у них, по всему, лаборатория сразу здесь. Вот, какие-то анализы типа EFR, которые по 1000 бат, по 30 чем-то долларов и гормон роста, они будут на следующий день. Все анализы мне обошлись в 6500-800 бат, что эквивалентно 200 долларов. Короче, примерно 20 тысяч рублей, чуть поменьше. И знаете, что вам пошел дождь? В Таиланде сезон дождей, поэтому дожди это, так скажем, периодически норма. Но, судя по погоде, они вроде не будут. Он долго идти, я думаю, что он минут 5, может, пойдет, и все, можно будет ехать домой. Вчера я мало поел еды, получилось, не стал я на ночь наедать какого-то свои 100 граммов белка лишних и калорийность не доел. Поэтому, я думаю, что мне с утра надо поехать сейчас в 7-11 и бабахнуть каких-нибудь рисовых конвертов с протеином. Потому что сегодня у нас тренировка ног. Так, ну что, здесь прикольно в том, что в 7-11 можно зайти, взять куриную грудь, например, или поесть, вот взять риса, тебе все разогреют. Видишь, даже коричневый рис, пожалуйста. За полдоллара, ну вот мне нравятся такие штучки, бабахнуть. Возьмем штучки 4, съедим 100 грамм. Здесь получается на 100 грамм риса, чуть-чуть рыбы, протеином, наверное, это все дело шлифанем. Вот, да, какой-нибудь. И кофейком. Ну что, нравится мне Таиланд, вот за эти 7-11 и еще дополнительные, что везде можно сесть, поесть. Ладно, такой перекус у меня будет небольшой, потом все равно будет еще завтрак до тренировки, но какая-то, наверное, компенсация прошлого дня, вчерашнего. Конвертик вот так берем, бам, 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 вот он. В нем соус тиреяки, в принципе, не жирный. Так, ну что, друзья, собственно, дядь Сережа в зале. И, естественно, шейкер. Я предугадываю, в нем будет вонь. Кстати, не так критично, как можно было бы подумать, что это уже какой-то натуральный, так скажем, натурал притрен. Тренировка ног. Для тренировки ног нам, конечно же, нужно развести тайское средство от поноса. Так скажем, чуть-чуть углеводов, сколько там, 4 грамма соли и 1 грамм калия. Сегодня тренировка ног. Ноги, палки. Сейчас мы посмотрим на эти дохлые щепки, кащитипсы. Это наша отстающая мышечная группа, которая, в принципе, подтягивается, что меня радует, потому что тренировки были тяжелые. Никита написал тренировку, кстати, по лайтове достаточно. У них есть некоторый нюанс. Сегодня мы, наверное, их обсудим. И я делил ноги на перед бедра, зад бедра. Сегодня у нас тренировка, получается, всех областей, так скажем, мышц ног. Ну ладно, что у нас еще интересного? Знаете что, мне пришли анализы. Вот они, я вам еще покажу. Быстренько мы о них поговорим. 8.33. Видим, видим, 8.33 мне пришли анализы. Получается, что я сдавал их в 7, а не сделал через полтора часа мне эти анализы. Не знаю, в России так делают анализы быстро. Тренировка сгибания ног сидя с задержкой в конечной точке. А, в растянутой, в растянутой точке, извиняюсь, извините, извините, пожалуйста, меня за эту ошибку. Вот, тренажер свободен. Надо быстрее бежать, занимать его, чтобы никто его быстро не забрал. Этот тренажер у нас достаточно эффективный и показывает лучшие результаты из всех сгибаний лежа, получается, стоя и сидя. Данный вариант, так скажем, походу, лучше всего. Здесь у меня растяжки, наверное, не хватает, чтобы в самую конечную точку его подтянуть. Опа! Рагулируем, подбираемся. Бум! Здесь важно, чтобы в этом тренажере у нас был зафиксированный наша туша, чтобы была зафиксирована в этом тренажерчике. Пум! Можно взять. Хороший был бы лайфхак взять и поясом себя здесь затянуть. Ладно. Секунда. Бам-бам. Секунда. Бам-бам. Секунда. Бам-бам. Ладно, это разминочный, кстати, подход. Чего я его снимаю, не знаю. Ладно, что у нас? Рабочий подход. Сто килограмм. Попробую. Задержка на растяжение. Бум! 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 Сделано. Так, ну что, два сделано. Второй уже на 15 наглазил, хотя я сделал он на 13. Что у нас? Вот ноги, пожалуйста. Которые я хотел... Не хотел, конечно, показывать. Но... Что по делу? Вот, приходится демонстрировать данные палки. Вот, что у нас по ногам. Ноги немножечко спрогрессировали. Конечно же, очень мало мышц на них. Работа долгая, ноги особо я никогда не качал. Но вопрос времени, я думаю, через годик уже будет, если на них поделать сейчас акцент. Хотя на них и сейчас, и до этого акценты были. Пол сантиметра где-то 2-3 я добавил у них. Сейчас гликогена нет, поэтому они чуть поздулись. Посмотрим, как они будут вести себя на сушке. И станут ли они меньше еще. Потому что часто мускулы, которые стоящие, становятся еще более дохлые. Вот, в принципе, по этим ногам я уже навесил себе вес. Сейчас по одному диску с каждой стороны. Конечно же, больше такие ноги сделать не могут. Потому что они очень слабы. Ладно, шутки закончились. Приходим к тяжелому подходу. Гаг, кстати, не такой, не очень, не аэрофитовский, так скажем. А какое-то такое шатающееся говно. Но ничего другого нет. Кстати, резинка у меня в той стороне, чтобы вытягивать из нижней точки. Никита про это мне ничего не писал, кстати. Но можно ему об этом не говорить. Пауза в нижней точке. Раз, два, бам. 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 так ну что заказал на лазаде местный алиэкспресс что у вас там в россии вот такой поясок корсет где вход в тебя так скажем 3xl на какой стороны он надевать короче так у меня почечная грыжа я хожу с поясом занимаясь не за чтобы там что-то защитить в большей степени чтобы ее по затянуть оба так чисто чтобы он держал у нас получается попок на самом деле и заказал 2xl надо заказывать поуже маловато ладно разминаемся и теле парнемся ближе к рабочим я думаю рабочий будет порядка 100 сколько четырех тарелок 160 так ребятки что установлен 4 тарелки на стороне 8 12 повторов нам нужно сделать работы задержка в нижней точке дело в достаточно большую амплитуду тренажер в принципе практически касается этих плиточек бум 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 фуфу пойдет следующее упражнение жима ногами инвестики на самом деле вес небольшой я думаю его мне будет более чем достаточно что он здесь ждет нас здесь ждет 8 12 повторений и 3 секунды на негативной фазе а следующий подход 12-15 правда я не уточнил по постановке ног куда чего какая она должна быть я буду делать наверное на квадрицепс так 3 секунды негатив пойдет так ну что у нас в принципе все основная задача выполнена по лицу моему видно что как-то я подустал 80 минут все длится достаточно долго остается изоляция разгибания всякие разведения разгибания с пиковые точки секунду задерживаю вот один разминочный два рабочих один из них будет дроп-сетом колени побаливает соточку и сделаем все равно в подход удобно в капюшончике заниматься ногами можно вот вытирать и лицо прятавшим не здорово так ну что остается у нас сведение и упражнение на пресс получается у нас вот этот тренажер девочка решил посидеть в телефоне вот здесь тогда мы будем делать в данном варианте движения не знаю я вообще не понимаю таких людей села бы да и сидел где-нибудь дома а не занимала мой тренажер для сидеть на план короче что у нас есть за вариант у нас есть вариант вот такой бум в растянутом положении пауза пум 100 килограмм по пауза так другая нога это ногой придется дотягиваться за девчули оба а так растянули 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 чувствуется нехватка углеводов если честно точнее калорийность вчера я ел мало я вроде об этом говорил я уже не помню чё и говорит чё не говорю потому что нужно было сдавать анализы и на начинка темные даться вот остается пресс прямая мышца живота у нас подъем таза вариации много мне сказано сделать любую задержками в точке ща попробуем то что у меня кубочная грыжа она часто мне создать какой-то дискомфорт легкий при скручивании поэтому я в принципе крест не делаю и считаю что наверно может и без него и обойтись по идее верхней точке я задерживать пока от вас не могу так сделаем для начала по light ухла так друзья в этот прекрасный дождливый тайский день там идет какой-то ураган за окном просто не знаю там сносит до деревья даже не знаю как может быть снять это все можно это как-то все снять не знаю вот я снимаю вот там льет льет как из ведра ну ладно мне через 40 минут надо ехать в зал ладно не столь важно это нас не пугает хотел прокомментировать анализ на перед этим небольшую рекламную маленькую вставочку прорекламировать спонсоров дядя серёжиных компанию аэрофит который у нас занимается производством и продаж тренажеров по россии и снг да и вообще по всему миру я во вьетнаме ездил снимал и в таиланде здесь есть линейка в одном из залов достаточно хорош тренажер мы их сравнивали с игорем сравнивали их с тем же hammer strange вот эта линейка популярной которая наверно одна из самых популярных в зале и они много где выигрывают и при этом еще и дешевле поэтому я вам настоятельно рекомендую также я рекомендую подписаться на канал youtube чик которого ссылка в описании и там сейчас проводится периодически розыгрыши мне кажется в каждом видео которое я смотрю последнее время что-то разыгрывает либо деньги либо гантели вот эти набор на вот гантели я бы хотел тренировка с александр и федором там была с герой тренировку разыгрывали но я бы наверно хотел больше всего гантели вот эти разборные которые так чик-чик-чик у меня по примерные какие-то такие были ты выставляешь сколько тебе надо вытаскиваешь стальные диски там остаются короче дядя серёжа настоятельно рекомендует ладно давайте посмотрим дядя серёжа на анализ на самом деле я сдал анализы они сделали мне их буквально за пару каких-то часов и что мы здесь видим я ожидал что будет анализа похуже потому что я напомню что дядя серёжа подготавливается мне кажется название видно ролик что дядя серёжа подготавливается к соревнованиям хочет выступить там в категории и при этом фарм поддержка достаточно большая то есть я в своей группе в telegram канале все об этом подробно рассказываю там у меня несколько препаратов дозировки порядка 1400 1400 чуть больше даже миллиграмм вот поэтому что мы там с вами видим что мы с вами видим общий анализ крови достаточно прекрасный не вижу с ним никаких проблем густота крови 51 кстати в этом в этом в этой лаборатории референс до 54 процентов получается вот такой достаточно нормально как в принципе и принято на газете либо в теплых странах каких-то ну то есть 54 это нормальный показатель гематокрита до этой нормы допустимо вот даже если у нас 54 мы смотрим на количество эритроцитов и гемоглобин здесь у меня значение неплохие очень даже прекрасные я бы вам сказал потому что часто мы видим густую кровь просто из-за того что мало пьем воды об этом я вроде в начале ролика говорят никаких воспалений никаких нейтрофилов лимфоцитов у нас нет никаких завышений пристал принципе просто прекрасный общий анализ крови редко я вижу у ребят которые даже фармакологию не употребляют примерно такие же хорошие значения количество ромбоцитов тоже никаких норма у нас не вышло дальше что у нас здесь еще интересует глюкоза никита мне попросил сдать глюкозу не знаю зачем сдавать глюкозу смысла в этом какого-то большого не вижу наверное при применении гормона роста можно за этим следить потому что перед сдачей я уколол гормон роста и его мы видим сейчас я тестировал гормон роста какой-то китайский не помню как его зовут сейчас я перехожу на уже перешел как неделю даже чуть-чуть наверно поменьше на запаха цешно я колол в начале потом я перешел вот на этот китайский вот посмотреть его но сейчас я полностью опять перешел на запаха цешный мне кажется он по ощущениям гораздо лучше принципе наверное это самый нормальный гормон который можно сейчас него от канады взять в россии ну вот так так скажем на черном сером рынке из сухого гормона жидкий гормон как-то если честно он в транспортировке будет страдать поэтому мне кажется он может достаточно быстро умереть в теплых странах в летом я бы брал все-таки сухой гормон так ладно что мы еще здесь видим мочевина у нас банк вот этот банк вот вам и банк ваша об на крови обнаружен тестерон банк у нас 26 у меня показатели были после тренировки на следующий день я занимался поэтому у нас есть небольшие тут так как мне открыть эти анализы у нас есть тут небольшие завышения также у нас есть завышение по трансаминазом трансаминаза 69 75 в принципе после тренировки спины достаточно допустимые значения днем я тренировал на следующий день утром я сдавал анализы вот поэтому в прошлых анализах тоже у меня были кстати чуть-чуть поменьше это была тренировка тоже спины мне кажется дальше что тут мы видим общий белок здесь все с ним хорошо билирубин так как у нас может застаиваться желчь на курсе фармакологии стандартные створи добавлять какие-то желчегонные препараты здесь все у меня достаточно прекрасно холестерин что не чудо не проще произошло я думал вдруг я из избранных людей одного там на тысячу миллионов людей человек который ставит фармакология и у него холестерин не портится нет на 400 примерно миллиграмм или сколько там у меня было в прошлых анализах дозировки в принципе холестерин был терпимый сейчас у нас высокой плотности вот так называемый хороший холестерин падает и плохой холестерин у нас увеличивается низкой плотности поэтому нужно добавлять крестор без него не обойтись будет на курсе в принципе не знаю если какие-то проблемы в краткосрочном такой дис 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 дискуссионный наверно вопрос подумать если у вас нормальный холестерин и вы делаете какой-то курс раввозгод на два-три месяца и он у вас ухудшается на этот период и и при этом вы там не курите не имеете лишний вес как-то на не иметь сильно много вредных привычек не имеете высокий уровень жира занимаетесь тренировками будет ли это как-то пагубно вот здесь вот вопрос но мы эти показатели под лучшим чтобы они были на у нас хороший я думаю что в следующих анализах мы уже здесь корректировку сделаем и и и и и все увидим дальше что у нас железо это сдал с ферритином железо я сдавал с ферритином потому что у нас нехватка железо часто из-за нее густеет кровь поэтому этот момент тоже нужно учитывать я пью железо дополнительно и ем красное мясо примерно пол килограмма в день обычно стабильно и железо ферритин у нас значение хорошее эстрадиол пролактин женские гормоны которые то за которым тоже нужно следить у нас никаких с ними проблем мы не наблюдаем вот то есть все достаточно хорошо не надо там каких-то корректировать что-то дозировка все в принципе прекрасно по 500 миллиграмм тестостерона еще что-то фенила 300 у нас не создает никаких проблем дальше что у нас что у нас что у нас щитовидная щитовидная железа значения невысокие в принципе у меня это стандартная история на дефицитной калорийности обычно я еще добавляю для поддержки гормон щитовидной железы об этом группе у меня будет рассказано что у нас еще история гамма gt у нас низкая на самом деле низкая вообще никаких проблем не возникает если высокая то нужно что-то подумать а так в принципе что у нас вообще никаких проблем если говорить про фармакологии про тренировки регулярные достаточно неплохие анализы мне они очень радуют еще вот можно привести холестерин и в принципе в принципе вот на такой дозировки я нормально получается функции я чувствую себя просто прекрасно давление у меня где-то 100 какой был 120 130 на где-то 60 на 70 77 чем-то пульс покоя сейчас 70 где-то ударов принципе достаточно хорошее значение друзья поэтому следите за своим здоровьем сдавать анализы подписывайтесь в группу по фармакология дядя серёжа там он рассказывает как что какие-то полезные посты есть бесплатная информация так же можно записаться на консультацию или приобрести там какой-нибудь обучающий курс все дядя серёж привет с пхукета мускулы бом всем бага пиуууу